Здравствуйте, портал Инсургент, с нами Леонид Кинзбургский, барабанщик группы Луна. Да, у нас прямой эфир сейчас, да? Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вам выставка? Очень плохо. Почему? Очень громко просто. Ну, невозможно разговаривать с друзьями, понимаете. Это самое главное же на выставке, там, пообщаться. А в предыдущие годы как было? В прошлом году меня не было, а в тех предыдущих годах я все время был пьяный, поэтому я не помню. Расскажите, пожалуйста, о своих творческих планах на ближайшее время. Сейчас мы с группой Луна, начиная с октября, поедем большой тур, доезжая прямо до Дальнего Востока. Вот, это будет очень большой тур, там, что-то в районе 40 городов. Вот, и запись нового альбома в декабре, собственно, а потом уже с новым альбомом будем колесить по всей стране. Съемки клипов какие-нибудь планируются? Да, 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 сейчас мы придумаем некие песни будем снимать, и как только придумаем, сразу снимем несколько клипов. Вот. Сколько дней выставки планируете посетить? Исключительно вот этот день и все. Не понравилось? Не, не в этом дело, на самом деле все понравилось, серьезно. Просто очень много дел, опять же, сейчас говорю, подготовка к туру идет, надо вспомнить все песни, нужно записать несколько треков там для ребят, вот. Вот, собственно, сейчас вот как раз последние дни подготовки и очень занят. Скажите, а был какой-то случай на концерте, особенно ужасный, когда, допустим, аппаратура вышла из строя или еще что-нибудь? Он нас сразу так не вспомнит. На самом деле каждый концерт какие-то сюрпризы преподносят. Постоянно выходим, и что-то не включается, там, у гитаристов постоянно то одно, то другое. Ну, у меня все нормально, я всегда выхожу, я свое дело знаю, там, у меня все подключено всегда, все четко. Вот, то есть по барабанам проблем обычно не бывает. А, не, было, вот недавно играли, по-моему, в Краснодаре, очень было жарко, вспотело, и ушной мониторинг потом залило настолько сильно, что просто отключились уши. И остаток концерта доигрывал без метронома и без ушного мониторинга. Ну, это такое исключение из правил, скорее. Еще один вопрос, какой бы вы совет дали молодым начинающим музыкантам? Ну, когда они уже музыканты, или когда они еще только решили стать музыкантами? Они на творческий путь встали и... И? Собирается заниматься музыкой. Ну, не знаю, на самом деле совет простой. Ну, у каждого своя формула успеха просто. Ну, по себе могу сказать, что просто надо играть то, что нравится, не стараться предугадать какой-то тренд. Вот, заниматься тем, что нравится, тогда все будет здорово, развивать собственную индивидуальность, не стараться быть похожим на всех сразу. Или на кого-то одного, вот. То есть двигаться в своем направлении, искать конкретную дверь собственную, через которую путь к успеху идет. Вот, как-то так. В какой момент и как вы поняли, что хотите стать музыкантом? Не знаю, если честно, вот эта профессия меня самого как-то нашла, я не выбирал. Просто у каждого человека в какой-то момент времени наступает выбор, вот, куда пойти. Вот, у меня, собственно, когда мне было лет 19, стал такой выбор. Либо работать на хорошей работе, у меня эта работа была, либо играть в хорошей группе, которую ты любишь, но не получать за это ни копейки. Мы тогда еще ничего не зарабатывали. Вот, ну, я выбрал музыку просто, ну, вроде не жалею. А если бы не занимались музыкой, то... То занимался бы бизнесом с удовольствием. С удовольствием? С удовольствием, да. Бизнес это очень круто. А вариант совмещать не... Не думаю, что это можно совмещать на ранних этапах. Это можно совмещать, когда ты состоявшийся музыкант. Вот, у тебя уже вектор определен, все уже там устаканено. Тогда уже можно, там, не знаю, бренд одежды открыть, например, как я сделал. Это ваш бренд одежды? Да, да, уж какой-то крутой очень бренд. Это вот мой. Мы с другом делаем. Вот, и расширяем сейчас очень активно. Вот, а на начальных этапах, конечно, нужно кулаком в одну точку пить, чтобы добиться успеха обязательно. Нельзя распыляться. Получается, вы еще и бизнесом сейчас занимаетесь? Ну, это только начало. Это нельзя сказать, что я бизнесмен, просто, ну, хочет спробовать в этом управлении тоже работать. Спасибо большое за интервью.